Приветствую вас, уважаемые любители природы, рыбалки и охоты на своем канале. Если вы в фокусе, я хотел бы немножко поговорить об охотничьей этике и неописанных моральных кодексах охотника и рыболова. Итак, охотничья этика – это неописанный моральный кодекс охотника. Что такое охотничья этика? По сути, языком можно сказать, что охотничья этика – это совокупность норм и правил поведения охотника и требования предъявления к тому государству, общественной организации и общественной морали. От охотников требуется соблюдение законов об охранной природе, правил охоты, а также активное участие в мероприятиях по сохранению воспроизводства рационального использования георесурсов. Охотничья этика включает в себя весь неописанный кодекс норм поведения моральных обязанностей охотника по отношению к другим охотникам, диким животным, природе в целом. Она должна быть внутренним убеждением охотника – соблюдаться не из-за страха наказания по совести. Обязательным правом для настоящего охотника является бережное отношение к природе и уважение к труду, правам другим охотникам. Он никогда не присвоит чужой добычи. Культура и этика охотника не допускают появления к животным в жестокости. Охотник не должен использовать животных во время стихийных бедствий, наводнений, пожаров или несчастных случаев. Наоборот, он должен оказывать им помощь, спасать их. Неэтично стрелять по сидящей или плавущей дичи. Нельзя покушаться на старку, притворившуюся раненую, чтобы отвлечь от опасности от птенцов. Итак, что ж такое неписанные правила охотников? Добытая из-под чужой собаки дичь принадлежит хозяину собаки, которая возвращает стрелявшему патрон. Дострелянный подранок принадлежит тому, кто подранка сделал. А если после его стрельбы были явные признаки ранения дичи, достреляншему обращаются патроны. Если по дичи стреляло несколько охотников без явных попаданий, а дичь в пробежах или пролетев в какое-то расстояние падает, она принадлежит тому, кто стрелял последним. Крупная дичь считается добычей того, кто окончательно остановил зверя. Нельзя стрелять дичь, идущую на вашего товарища. Первым стреляет тот, у кого поднялась дичь. После него стреляют остальные. На коллективной охоте командует один охотник. Все остальные, невзирая на лица, ему подчиняются. Руководитель охотники. Охоты участники могут в корректной форме высказать предложение, связанное с его проведением. Все претензии к промахнувшемуся высказываются вежливо, но промахится только тот, кто не стреляет. Стрелку, убившему на коллективной охоте крупного зверя, принадлежит голова и субпродукты. Это язык, сердце, печень, луки. Остальное делится на всех участников. Если попал на охоту в чужую команду, веди себя по проговорке. В чужом мастерстве своему страну не ходит. Охотник должен помнить, что нужно делать что-то одно. Или охотиться, или пить водку. В совмещении того и другого недопустимо. На охоте все равно. Уборка помещений, митье посуды, приготовление пищи и все остальное обязательно для всех. Если на охоту едут на машине, затраты на бензин делятся поровну. Крупная дичь ни при каких обстоятельствах нельзя стрелять вдогонку. Если животное убито в чужом секторе, то оно присуждается тому, кто в этом секторе стрелял. Если зверь лег посередине секторов, то тот, кто нанес зверю смертельную рану, тот и победитель. Недопустимо стрелять зайца, в лёжке, птицу, не в полете. Из подлегавой стреляют дичь, поделив сектор полета. При охоте с лодки вдвоем более меткие всегда будут с добычей. Но воспитанный охотник сложит все в одну кучу и поделит ее пополам. Обязательно следует добить подранка. При охоте на кабана первой идет самка, за ней выводок. Настоящий охотник самку не стреляет. На таку тетерок не стреляют и не стреляют первую пролетевшую тетереву. Можно расстроить весь ток. Кто убил зверя, тот его и разделывает. Для настоящего охотника неприемлемы электронные манки, ночные предзелы, охота с машинами, с многоходами и другой беспредел. Такие охотники позорят традиционную охоту. Нельзя занимать чужие скрады, лабазы, шалаши. Нельзя стрелять в дичь там, где нет возможности ее найти и подобрать. Нельзя фотографироваться верхом на трофее. Охотники должны строжайше соблюдать в лесу правила пожарной безопасности. Запрещается разводить костер на торфяниках. Среди густой травы, сухого борелома, после отдыха необходимо погасить костер. Не бросайте непогашенные спички и окурки на сухую траву. Охотник должен уметь моментально принять меры к тушению возникшего пожара. Охотник в лесу как дома. А дома не мусорит, не оставляет после себя бумагу, пакеты, консервные банки. Если что-то можно в лесу закопать или забрать с собой, так и делать. Остатки пищи можно оставить и не полакомиться лесных жителей. Охотник должен знать, как укрыться от ненасти и что делать во время грозы. Надо уметь ориентироваться в лесу, знать средства и методы оказания первой медицинской помощи. Все, что знает опытный охотник, он передает молодому охотнику уважение, чувство взаимное. Охотник, пользующийся охотничьей избушкой, должен оставлять в ней определенный запас продуктов. Суль, спички, дрова на случай, если другой охотник, попавший в беду, будет вынужден прожить в избушке какое-то время. Прежде чем покинуть избушку, охотник убирает помещение, моет посуду, приводит весь инвентарь в порядок. Займовыручка, рука друга в любой ситуации, ценности дороже, которого нет. Ничего в жизни охотника. Как вести себя на рыбалке? Негласные правила, этикет рыбака. Простые негласные правила рыбалки, так сказать, этикет рыбака, что должен знать правильный рыбак. Чтобы вернуться из рыбалки с хорошей добычей и в отличном расположении духа, необходимо соблюдать негласные правила, вырабатыванные предшественными годами. Занятие, приготовленное и прикормленное место кем-то другим – это табу. Если во время рыбалки с лодки наткнулись на двух близко стоящих рыбаков и хотите занять место между ними, надо попросить на это разрешение. К тому же просьба не должна сопровождаться громкими всплесками весел или любым другим шумом, так как на это может распугать рыбу. На выручку новичку в беде всегда придут более опытные рыбаки-соседи. Если с чем-то возникли проблемы, нужно вежливо попросить помощи у товарища, что не следует делать на зимней рыбалке. Есть правила запрета и у зимних рыбаков. Перед ловлей всегда подготавливаться несколько лунок. Пользоваться ими без разрешения других рыбаков нельзя. Не нужно нагло игнорировать это своеобразное правило, тем самым порождая конфликтную ситуацию. Также не следует шуметь рядом с везучим рыбаком, даду не распугать его будущий лов. Ничего хорошего такого поведения не свалит, так как пройдешься в данном случае будут все – из уловых и на рыбацких базах. Главное обязанное заключаться в соблюдении установленного режима ловли и порядка. Также необходимо бережно относиться к арендуемому имуществу. Лодка взятая на прокат возвращается в установленное время в исправном состоянии. Плюс ее надо очистить от грязи, если таковая имеется. Увлечением и рыболовством болеют многие. Во все условно можно назвать собратьями. Этому должно сопутствовать соответствующее поведение. Здорово лучше при встрече. В обращениях незнакомый человек, несмотря на его возраст, используя форму «вы». Иными словами, нужно соблюдать элементарные правила вежливости. Если клевого нет, а занять себе чем-то хочется, не нужно навязывать свою компанию соседу, если ему это в тягости. Ведь большинство рыбаков приезжают в поисках тишины, а не только за уловом. Таким образом, здесь были рассмотрены некоторые негласные правила поведения обстановленными рыбаками и охотниками. Их нужно соблюдать. В противоположном случае это может привести к конфликту. Всем удачи! Не хвостанет шуи! Ни пуха, ни пера! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok